Привет из Беларуси! Сезон закончился, до начала нового у нас еще с вами много времени. Давайте обсудим некоторые такие теоретические вопросы. Иногда мои зрители пишут у меня, почему вы не снимаете, как вы сохраняете питунью? Потому что, да, есть видео о том, как мы с вами бегонию сохраняем, фуксию, гельхризум, эуфорбию и так далее. Я вам показываю это, как я это делаю. А вот о питунь таких видео нет. Почему? А это все очень просто, потому что я ее не сохраняю. Почему не сохраняю питунью? Вот ампельную питунью, допустим, вегетативную. Потому что, ну считаю, что семянную питунью сохранять вообще не стоит. Она из семян растет гораздо лучше и проще ее посеять каждый год. А вот вегетативную питунью размножают только при помощи черенков и семенами ее нельзя размножить. То есть надо сохранять маточное большое растение. Так вот, питунья, в отличие от многих других растений, очень склонна к вирусам. То есть кроме других болезней, которые свойственны всем растениям, вирусы – вот один из таких признаков питуньевых. И кто выращивал уже не один год вегетативную питунью, тот, конечно, с такой проблемой сталкивался при передержке питуньи. Потому что еще старые сорта, они такие более живучие. Они могут там 3-4 года у вас как-то размножаться и жить. А новые сорта, с ними уже вообще дружить долго не получается. Бывает так, что даже получаешь еврочеренок, с него снимаешь черенок, и он уже не растет. Он уже тормозит, он уже совсем не похож на вот это материнское растение. Почему так получается? Потому что, ну вот как мне объясняли, что фирмы таким образом, которые производят новые сорта, они пытаются защитить свои авторские права на эти сорта. И при помощи генной инженерии закладывают там в 4-5 поколении уже ослабление иммунитета к вирусам и болезням. То есть при черенковании у вас в определенном поколении уже ослабляется вот этот иммунитет и растение начинает болеть. То есть это как бы закладывается уже специально для того, чтобы мы с вами не занимались размножением питунья, а для того, чтобы покупали черенки. Ну я понимаю вполне всех производителей новых сортов, потому что это очень наукоемкое производство, требующее множество затрат, требующее таких огромных и человеческих научных ресурсов. Во-первых, чтобы вывести новый сорт, потом, чтобы в микроклональной лаборатории это все размножить. Нужна, во-первых, лаборатория, нужны специалисты. Из одной клетки надо ее очистить и из одной клеточки растения вырастить. Новое растение полностью чистое и здоровое, потом его из вот этой среды перенести, из пробирки перенести его в теплицу, там его адаптировать. И вот получается наконец у нас супер-супер элита. И потом уже от этой супер-супер элиты уже идет супер элита, элита и дальше следующее поколение растения. И чем чище растение, чем ближе оно к супер-супер элите, тем меньше оно болеет и тем лучше показываются свои сортовые признаки. И получается, когда мы с вами берем новые сорта вегетативной петуни, начинаем ее размножать и оставлять себе, так сказать, потомство, получается мы все дальше и дальше от вот этих вот очищенных пресков уходим, от очищенных вот этих растений. И наша петуня начинает болеть, она начинает плохо расти, и мы не удовлетворены своим результатом. Поэтому уже зная об этом, обо всем, большинство производителей горшечных растений, вот особенно вегетативной петуни, покупают еврочеринки каждый сезон. Да, это дорого, безусловно, и высока себестоимость такого растения потом, даже дорощенного, да, из черенка. Но можно разными способами сделать, да, себестоимость ниже, сделать еще из этого черенка другую продукцию, так сказать. Мы к этому все прибегаем, но по-другому вырастить красивые, большие, цветущие кашпо не получается. И большинство вот тех, кто производит рассаду, как раз-то прибегают к покупке еврочеренка. Еврочеренок бывает укорененный и неукорененный. Вы часто можете услышать, наверное, у тех, кто занимается этим, да, такие термины, как укор и неукор. Вот, укорененный, неукорененный, ну, сокращенно так называется, укор, неукор. В чем проблема для мелких производителей в том, что если заказывать это через большие фермы, то надо брать, допустим, целую кассету. Кассета 120 или 170 штук. Одна штука, допустим, может стоить там 73 евроцента. Надо купить 120 штук одного сорта только. Одним же сортом ты не будешь ограничиваться, конечно, это же неинтересно. Поэтому есть такие люди, которые занимаются именно получением вот этих вот еврочеренков и дальнейшим их, так сказать, укоренением. Неукор могут получать и в ноябре, и в декабре, и в январе. То есть теплицу надо топить очень рано. Если ты получаешь большое количество черенков, то есть несколько тысяч, даже если ты несколько тысяч растений высаживаешь там для доращивания в небольшой объем, это все равно занимает много места. Теплицу надо топить. Если ты собираешься окупить это все, надо, значит, это все черенковать и укоренять под лампами. Значит, нужно еще освещение дополнительное. То есть это все, конечно, требует больших затрат. И поэтому очень часто мы покупаем с вами вот первое поколение от еврочеренка. И это тоже себя очень хорошо показывает. Я такими пользуюсь тоже черенками. Уже полученных в этом сезоне еврочеренков. Вот черенки с еврочеренков, да, так скажем. Они тоже очень хорошо растут, цветут прекрасно. И тоже они очень чистые. Вот это вот поколение, да, срезанное с еврочеренка. Точно так же, если мы получаем вот этот еврочеренок, мы можем тоже с него еще черенковать. Но дальше содержать его уже не стоит. То есть каждый год мы должны обновлять свои вот эти вот вегетативные петунии. Тогда мы можем получить прекрасный результат. И наши покупатели тоже будут радоваться тому, что у них хорошо растут и цветут вегетативные петунии. А любителей таких петуний очень много. Как-то уже люди привыкли к тому, что они их могут каждый сезон купить. Да, горшок готовы повесить, любоваться. И еще одна причина, почему я не сохраняю вегетативную петунии, это то, что если сохранять ее, а это 20-25 сортов, при том, что она сохранит же не в одном экземпляре, а вдруг пропадет. Значит, надо как минимум дубль. То есть 50 горшков, где их помещу. Мне надо, значит, будет топить теплицу. Ну, отапливать теплицу всю зиму. Ну, это, знаете, очень большой труд и очень большие затраты. И если все посчитать, то проще всего, уже ближе к весне, закупить черенки, вот эти самые еврочеренки и дорастить их. Таким образом мы избавляемся от части ненужной и очень затратной работы. Вот почему я не держу петунию, не передерживаю ее и не снимаю видео о том, как передержать петунию. Ну, я надеюсь, что вам более понятна стала наша цветочная кухня. Так что заходите на канал, смотрите видео. Если нравится, подписывайтесь. Ну, а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.